Всероссийский форум развития малых городов и исторических поселений прошел в Владивостоке 24 июля с участием первых лиц государства. На мероприятии подвели итоги 8-го Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Так, лидером в ДФО стал Приморский край, подавший 16 заявок на участие. Победу завоевали 7 проектов в городах и селах. Спасибо огромное, друзья! Ваши ассистенты! Приморский край! Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чкунков подчеркнул, что конкурс благоустройства для регионов ДФО проводился по поручению президента России по итогам 7-го Восточного экономического форума. Отметим, лучшими проектами в Приморье были признаны село Владимиро-Александрское благоустройство сквера, город Арсений в благоустройство детского городка, поселки Кавалерово благоустройство сквера и Новошахтин в благоустройство парка с прилегающим бульваром, города Лесозаводск благоустройство парка, Большой Камень благоустройство парка культуры и отдыха, а также Лучегорск благоустройство набережной. Так, правительство края в лице губернатора Олега Кожемяка поддерживает такие инициативы, в том числе через создание территории общественного самоуправления. И если в 2022 году в регионе насчитывалось всего 118 ТОСов и инициативных групп, сегодня их уже 280. Мы сейчас увидели потребность людей и пошли в организацию территории общественного самоуправления, где сами жители посредством наших грантов сами создают себе площадки, скверики, устройства, как план таких малых быстрых побед. Они лучше это сберегают, мы направляем на это 280 миллионов, уже порядка 280 таких проектов. Ну и, соответственно, растет качество городской среды. Конечно, именно подход мастер-планирования, продуманный подход, где по желанию людей изменяется пространство, создается комфортная городская среда. Это самое главное. Так становится все больше проектов, которые реализуются при помощи самих жителей. В крае уже тысячи благоустроенных объектов. Например, во Владивостоке ТОСУ Сабанеева 13 всего год. А они уже реализовали свой проект «Умные ступени», который был направлен на замену лестничных маршей. А общественному самоуправлению военное шоссе в этом году исполнилось 5 лет. И за это время, благодаря активности жителей, удалось реализовать несколько крупных проектов. Например, отремонтировали дорогу, старые конструкции вдоль улицы заменили на новые, и благоустроили двор, и даже создали свой собственный сквер. За всем этим стоят обычные люди абсолютно разных профессий. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.